Всем привет, с вами Дэн и у нас на обзоре сегодня аж целых две модели от швейцарской компании Эль Дюшен и к тому же еще сегодня будет и розыгрыш, так что давайте начнем с чего? Начнем конечно же с коробочки, здесь лежит одна из моделей Давайте смотреть, значит у нас тут гарантия инструкция на русском языке в том числе имеется Красивая коробочка, ну кто постоянно смотрит канал уже видели наверное что у нас были часы от Эль Дюшен в таком космическом стиле Я помню, что по комментариям они многим понравились А сегодня наверное модели немножечко более классические, классика и кэжу Так, вот она одна из первых, что сегодня покажу Это линейка Dynamic или Dynamic по-французски, не могу точно сказать как это будет по-французски звучать В общем Dynamic Automatic модель В таком на самом деле вот этот стиль я бы назвал универсальный, это casual И посмотрите какой красивый сандберст циферблат С накладными метками Солнечные лучи Вот в черном исполнении наверное вот при искусственном освещении и так это заметно Но я вам сейчас покажу другой вариант Синий Где наверное этот сандберст эффект будет выглядеть нагляднее Да, смотрите На синим уже заметнее и даже как бы наряднее Симпатичная модель Но у меня есть еще, еще вариант Со стальным циферблатом Таким серым И здесь как раз сандберст виден даже наверное еще лучше Еще лучше чем на синих Значит что это за модель Водозащита 50 метров Стекло плоское, сапфировое Корпус стальной, сталь 316L Суперлюминого на метках и стрелках имеется И механизм здесь ETA 2836-2 Либо 2834-2 Точно они не указывают 25 камней 28800 полуколебаний в час И соответственно Имеется дата и день недели Дата и день недели И давайте я вам покажу Что там у нас на задней крышке Потому что Так что тут прилипло Потому что это механизм в версии Элабор С отделочкой С красивым кастомным ротором Жалко наверное что Вся эта красота Скрыта Под глухой В общем то частично глухой Задней крышкой Вот предыдущие модели Которые были на обзоре Они были с механизмом сопрот Там тоже самая маленькая крышка И тоже самое сопрот С шикарной отделкой Здесь вот у нас И этажка И Вот честно говоря Да прикольно Что такая скрытая Как бы крышка Но Честно говоря Хотелось бы В данном случае Наверное Полностью прозрачной Ну это вот такое Мое мнение Значит Эти модели стоят В российском ритейле Порядка 55 тысяч рублей Как мне кажется Здесь Такой достаточно Универсальный дизайн Пропорции у них Тоже прекрасные Давайте посмотрим Кстати говоря По размерам Сразу раз Уж речь зашла О пропорциях Если брать По Ранту То 40 А если брать По корпусу Я думаю Будет Да Чуть больше 41 С небольшим Как видите Заводная головка Очень маленькая Плоская Есть защитные Наплывы За счет этого Конечно Удобно На запястье носить Но Понятное дело Что с учетом Того что она Такая небольшая Оперировать Заводной головкой Ну Ногтем Нужно будет Поддевать То есть Хват там Не будет Самый удобный 22 У нас По браслету По высоте Кстати 12 С небольшим Невысокие часы Хорошо И 51 С небольшим У нас От ушка До ушка Давайте покажу Собственно Браслет большой На моем запястье У меня 18 С половиной И вот Таким образом Часы Смотрятся Видите Ушки Сразу вниз Загибаются А часы Невысокие Поэтому сидят Очень хорошо Ну Такие Знаете Универсалы Причем Очень многие Любят Особенно У нас В стране Модели Где есть И дата И день Недели Поэтому Я думаю Здесь Они В этом плане Угадали Давайте Покажу По браслету Чуть попозже Давайте Покажу Синие Ну Синие Вот Нарядные Синие Нарядные Тут Освещение Если играет То Градиентик Появляется И я бы Наверное Из этих Трех Моделей Выбрал Бас Синие Прям Бомба Такая Хороший Универсальный Вариант Напишите Кстати Какой Из этих Вариантов Вам Нравится Больше Или Например У вас Эти часы Есть В коллекции Ну Они Все В принципе Хорошо Сделаны В плане Того Что Приятный Подголовки Да Подзаводить Не очень Удобно Потому что Маленький Эхват Не очень Удобный Здесь Благо Автоподзавод Так что Можно будет Просто На запястье Их Заводить Ну Либо Немножко Приноровиться Корпус Сатинирование Плюс У нас Имеется Зеркальная Полировка Частично Видите На ушках Это хорошо Заметно И хорошо Сочетается С Браслетом Который Тоже Имеет Звенья Как Зеркальной Полировки Так и Сатинирование Ну Кстати Говоря Маленькая Заводная Головка Вообще Ничего Не мешает Вот Это Конечно Удобно С одной Стороны Это Компромисс С другой Стороны Реально Это Прям Удобно Незаметно Вот Высокий Ранд Высокий Ранд Отдельно Сразу Он Виден Отдельно От Корпуса Отделка Приятная Все На высоте Ну И Циферблат Наверное Одно Из Наиболее Приятных Да Здесь Потому что Оно Выглядит Красиво Все Аккуратно Стрелки Правильные Длинные Все Хорошо Аккуратное Окошко С таким Обрамлением Да И Логотип Эль Дюшен В виде Дубового Листа На заводной Головке И на Циферблат Мощный Браслет Литой Звенья Все литые И застежка Литая Причем Это застежка Бабочка То есть Это уже Достаточно Солидно Все выглядит И приятно Скрытая Застежка Тоже К этому Нужно Будет Приноровиться Но Зато Она На запястье Удобная Потому что Вам Мешать Ничего Не будет Так Что Я вам Еще Хочу Показать Конечно Следующую Модель Мы С вами Договорились Что Сегодня Будет Аж Две Модели И Вторая Модель Как мне Кажется Она Несколько Более Традиционная И Причем Кстати Говоря Она И называется Tradition Автоматик И Давайте Сразу Выложу Все Три Три Варианта Есть Которые Я вам Хочу Показать Да Более Традиционная Наверное Чуть Более В сторону Костюмника Если Вот Эти Тем более На браслете Конечно Универсалы Здесь Чуть Больше В костюмник Но Тем Не Менее В принципе Я бы Не Назвал Эти Чисто Костюм Но Опять же Это Универсальная Модель Здесь У нас Уже Гилюше Симпатичное Гилюше Опять же По цене По цене Эти часы Стоят Около 50 тысяч Рублей В ритейле Российском Модель На Браслете 55 Но Кстати Там Есть Варианты На Ремне И Они Стоят 47 В общем Все Плюс Минус Одинаково Одинаковая Ценовая Категория И Здесь У нас То же Самое Двойное Двойной Вид Отделки Сатинирование На ушках Сверху Сбоку У нас Соответственно Зеркальная Полировка Нарядно Ну и Вот Эта Модель Конечно Может Похвастаться Красивым Гильюше Здесь Постарались Вот Опять же Интересный Момент Скажем Что Вам Больше Нравится Гильюше Или Санберст Эффект Солнечные Лучи Вот Что Интересно Визуально Модели Прям Разные Крупнее Массивнее Вот этот Поменьше Давайте Посмотрим Сразу По размерам Размер Давайте Поглядим На Модели Например Бело С белым Циферблатом Такой Белый Серебристый И здесь Так И здесь 41 На самом деле Размер Это Здесь Схоже И в одной И во второй Модели И высота И ремень И от Ушка До ушка Но Дизайн Разный Поэтому Выглядят Такие Часы Визуально По разному Я кстати Часто В обзорах Говорю О том Что Часы Носятся Или Выглядят Меньше Или Больше Своего Размера Вот вам Пожалуйста Наглядный Пример И вот На моем Запястье Что мы Имеем Ушки Такой же Длины От ушка До ушка Но Сама Модель Кажется Меньше Вот Вам Собственно Пожалуйста Тоже Я бы сказал Что Универсальная Модель Хотя Чуть Чуть Больше Здесь В классе А вот Это Немножко Выбивается Потому что Здесь Имеется Покрытие Золотистого Цвета На заводной Головке И имеется Опять же Сочетание Здесь У нас Стальное Серебристый А здесь С золотыми Оттенками Ну и Ремешки Различаются Опять же Вот Цвета Разные Ремешков И посмотрите Как по разному Смотрятся Часы Это больше В классику Такие Теплые Цвета Здесь Больше Холодных Цветов Конечно же Ну и Здесь Ремень Кожаный Под Крокодила Матовый Крокодил Хорошо Сочетается С Циферблатом Ну и Собственно Вот у нас Еще раз Механизм Завинчана Задняя Крышка На винтах Водозащита Как я уже Говорил 50 метров Здесь Никаких Защитных Наплывов Нет Уже Золотной Головкой Удобнее Пользоваться И она Чуть Чуть Хотя нет Хотя нет Заводная Головка Нет Чуть Больше Так Интересный Момент Пишите Кстати Что бы вы Из этого Выбрали Потому что С одной стороны Примерно Одинаковые Модели Но Нюансы Достаточно Серьезные Здесь Имеется Серый Вариант И Давайте Глянем Еще Вот Этот Такой Ice Ну вот Это Прям Классика Это Прям Классика Это Тоже Классика А вот Серый Вариант Я бы Сказал Более Универсальный Честно Говоря Наверное Из всех Этих Моделей Я вот За синий Сначала Топил Да Можно Сказать Наверное Мне даже Еще Больше Нравится Вот Этот Вариант Очень Красивый Гилюше Корпус Здесь Красивый Ну И на Одной И второй Модели Красивый Но Здесь Мне Прям Нравится Прям Зашло Еще Мне Это Нравится Момент Когда Здесь Смотрите На Верхнюю Часть Корпуса А потом Еще Идет Вот Это Зеркальное Кольцо Как бы Рант Еще Такое Более Узкое За счет Этого Часы Кажется Чуть Меньше Но И здесь Корпус Получается Сложнее Да Короче Мой Сегодняшний Выбор Это Вот Этот Вариант С серым Цифром Он Реально Прикольно Реально Классно Сделан Так Мы Значит С вами Сейчас Проведем Розыгрыш Потом Посмотрим Макро Ну И потом Уже В конце Конечно Подведем Итоги Значит Что касается Розыгрыша То Сегодня Вот Такая Классная Толстая Ручка От Эль Дюшен Прям Увесистая С логотипчиком Красота Значит Чтобы Принять Участие В розыгрыше Нужно Как всегда Всего То Ничего Будет Подписан На Канал Дита Тру Поставить Лайк Этому Видосу Я надеюсь Вы всегда Лайки Видосом Ставите Вот И третье Наверное Самое главное Написать Любой Комментарий И рано Или поздно Мы разыграем И ручку И вот эти Прекрасные Прекрасную Прекрасную Сумку Кстати Реально Прикольная Правда В кадр Все не влезает Ну Давайте Я покажу Попробую Нифига себе О Она даже Еще Ее подвесить Не может Короче По-моему Прикольная Штука Нагодится Как говорится В хозяйстве Значит Приз Достанется Одному Из Счастливчиков Так Давайте Смотреть Традишн Гильюше Просто Класс Вот этот Дубовый Лис Здесь И логотип И Вообще Приятно Очень Отделано Симпатично И Свис Мейт Конечно И Вот Эти Два Кольца Как Я Говорил Давайте Ушки Еще Посмотрим Золотная Головка И Что Нить Ухватим Там Вот Механизм Ну И Давайте Посмотрим Синий Тут У нас Солнечные Лучи Ну Отлично Ну Что Я Вам Скажу По Итогам Кстати Ссылку На Сайт Эль Дюше Наставлю В Описании К ролику Не Забываем Участвовать В нашем Розыгрыше Сегодняшнем Ну И По Итогам Давайте Все Так Вернемся Конечно Более Универсальные Модели Это Дайнамик Потому Что Здесь Браслет И Потому Что В целом Дизайн Здесь Больше В нейтральность Если Хотите Чуть Больше Классики Тут К тому Же Кожаный Ремешок То Вариант Традишн Да Здесь Еще Будет Классивый Опять Классическое Гелише Так Что Вот Все Так Несмотря На То Что Я Не Фанат Когда Идут Ремешки Под Крокодила Не Из Настоящего Крокодила Я По Качеству Отделки По Циферблату Корпусы Характеристики Здесь Все На высоте Здесь Все Хорошо Сделано Приятные Модели По Дизайну Они Универсальны И в плане Здесь Без Какой Либо Экономии То Есть Застежка Здесь Нормальная Правильная Бабочка Поэтому Удачные Модели Надо Будет Посмотреть Что Нибудь Еще Из Людюшена Но Вот Сегодняшнее Прям Зашло Напишите Как вам Мне Прям Зашло На этом Не забываем Ставить Царские Лучшие На Ютубе Лайки Я На этом С вами Прощаюсь Всем Пока С вами Был Дэн И Конечно Увидимся